Реалити-проект Сергея Тупаева в Шоу-Биз Шоу-Бизнес Реалити-проект Сергея Тупаева в Шоу-Биз 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 Реалити-проект Сергея Тупаев в Шоу-Биз Небе-проект Сергея Тупаев в Шоу-Биз Реалити-проект Сергея Тупаев Ребята, проходим. Я вас познакомлю с аппаратно-студийным блоком, новостейным аппаратом-студийным блоком. Аппаратная. На вас работают несколько камер. Подсказка сразу. Та камера, которая в эфире, она подсвечивается красной лампочкой. И вы переводите взгляд с той камеры, которая вышла из эфира, на ту камеру, которая в эфире. И, соответственно, дарите людям свои яркие и положительные эмоции. Уже не терпится начать. Давайте пройдем в студию, посмотрим, как там все происходит. Давайте попробуем, пройдем и познакомимся, как это выглядит. Ну, красная. То есть они меняются, то одна камера горит красным, то другая. Он как-то забланированно говорит, я ничего не понял. Ладно, да, пройдем посмотрим. Слушай, это не так все просто, оказывается. Вот это как раз студия для записи информационных программ. Проходим, осваиваемся. Вот тут место ведущего. Отлично. Суфлер будет, значит, в принципе, ничего сложного в этом нету. Просто сидим, читаем текст и вещаем нашему народу. Грация, пластика и красота движений. В рамках российско-китайских игр прошли соревнования по художественной гимнастике. Кондитерные площадки во многих дворах области столицы. Ну, ничего страшного, извините, тройка почтения была. Печальные итоги мусорной реформы. Камера. А? Что? А куда смотреть? А вот звонок камеру был, по-моему, а красный огонь загорелся в другом месте. Где? В контейнерах мусор выводят регулярно. Давайте еще раз начнем. Сейчас снимать. А, устроил стриптиз на улице Толья... А, стриптиз, да, серьезно. Не совсем адекватный гражданин вышел на улицы Автограда голым. Телеканал Скат-24 теперь еще на Яндекс.ТВ и на пиар. А мы с вами прощаемся. До встречи. Скат любит вас. Ну что, сбылась моя детская мечта. Я всегда мечтала быть телеведущей или диктором новостей. С этим заданием я думаю, что я справилась. Как бы Вова не пытался меня сбить, мешать мне, но он в своем репертуаре, я была непоколебима. Здравствуйте. Добрый день. Вы находитесь в секретной студии, в таких же студиях примерно снимались Гарри Поттер и другие. Вот такая, ну, конечно же, в Голливуде большие стадионы затянутые без зеленой тряпки. Но для того, чтобы получить представление о хромакее, так называется этот эффект, достаточно небольшой, небольшой вот этой зеленой занавески. И вот с помощью этой зеленой занавески будет совершаться чудо. Здравствуйте. С вами ведущая прогноза погоды Силия. Я не вижу название. Чуть ближе подходи. А, вот. В Москве минус 7, но солнечная погода. В Белгороде плюс 15 градусов тепла. В Сочи плюс 11, жарко. Вести прогноз погоды оказывается так сложно, я, конечно, подозревала. Но откуда брать цифры, запоминать, в какую сторону показывать, это очень сложно. В чем, причем, ведь, если сравнить это, например, с новостями, то новости хотя бы можно считывать. А тут, я как понимаю, все нужно держать в голове и еще правильно указывать. И показывать в нужную сторону. Здравствуйте, в эфире телеканал Скортое ТНС, но новости погоды. Вот, пожалуйста. Сразу видно, что здесь пронесся ледник 10 тысяч лет назад. Это облака, значит, кто-то сейчас летит в хорошую погоду. Пускай в вашем сердце всегда будет тепло, радостно и приятно. Он не кипел сейчас, просвечивает штаны. Да, что-то тоже не так хорошо. Крабликовые новости. В Баку плюс 10. В Дубае нас ожидает плюс 28. В Антвепоне минус 19. Здесь все оказалось не так, как я представлял. Когда я увидел, что тут все студии настолько близко, просто в шаге друг от друга, у меня такой взрыв мозга был. Всем привет, дорогие телезрители. Меня зовут Михаил. Я Вадим. Сегодня мы находимся на кухне, и вместе с Вадимом мы устраиваем кулинарный баттл. Будем выяснять, кто из нас лучший повар. Телевидение – это то, чего я ждал. Я к этому готовился. Мне в напарники вышел Михаил с ним работать, но мне кажется, он как-то растерялся, был какой-то неестественный. Вадим, расскажи, чем ты нас сегодня удивишь? Слушай, у меня здесь самый простой набор холостяка. Здесь колбаса, яйца, сыр, помидорки и хлеб. Но из этого я сделаю такую замечательную закуску, о которой вы обалдеете. Миша, а что сделаешь ты? По словесному блюду я приготовлю пасту с беконом, сливками и яйцом. Слушай, звучит заманчиво. Ну что ж, приступим? Начнем. Можешь сказать, это реальный рецепт того времени? Конечно. Понимаешь, холостяки были всегда. Они как только появились в неандертальце, там, в кроманьонце, все сразу были холостяками изначально. Я считаю, что лучше основательно поесть, чем перехватить что-то на структуру. Слушай, раздельное питание – это вообще такая тема новомодная, и я считаю, она не совсем правильная. Ничто не должно человека ограничивать от поедания небольшого кусочка майонеза. Я решил, значит, сделать эксклюзивный рецепт сегодня, а у меня не получается. Ну ладно. Но все равно это съедим, даже по отдельности. О, боже мой, какая это ужасная вещь. А я не положил сыр. Ладно. Кулинарное шоу для меня прям как бальзам на душу. Я очень люблю, когда мужчины готовят. Я считаю, что у них достаточно такой тонкий вкус. И наши мальчики сегодня это доказали. Я на самом деле уже практически заканчиваю, Михаил. Я успею доесть и попить чай или кофе, пока ты будешь возиться со своим макаронами. На кухне у нас, конечно, получилась такая прям глобальная запара. Готовить было не с чего. Мне приходилось варить макароны в сковороде и мешать их китайскими палочками. Какие хвостяки. Что тут у нас? А у нас? Ринат, ты практически вовремя. Красиво, что выглядит, это вот этот готовый бутер. Слушай, Вадим, ну ты творческий человек, ты должен уметь импровизироваться. Вот, еще компания у нас собралась. Я не видела, как ты готовила это спагетти. Ну, ты это сделал руками, перекладывал это спагетично. Не телезрители, не рестораны. Поэтому я даже боюсь пробовать, что нужно готовить. Ешь аккуратно, не обляпайся. Граф. Вот, вот, зайки, приходите, как я рад. Как я рад, что то, что я приготовил, вот эти свои импровизированные бутерброды, они пользуются успехом. Можно я здесь просунусь? Вы что, уже все сожрали-то без меня? Отлично. Нет, нет, у нас все осталось, Никит. Так, давай начнем. Так, слушайте, вы папу еще не позвали. Вот, вот он наш главный дегустатор сегодня. Давайте с него и начнем. Да нет, я это не хочу. Ладно, тебя не подождали. Итак, сейчас как раз наступил тот момент, когда мы все-таки выясним и разрешим наш спор с Михаилом, чье же блюдо в итоге окажется лучшим. Моя хвостяцкая закуска или его карбонара. Ну что, ребят, вы уже попробовали? Да. Очень классная идея с кулинарным шоу. В кулинарном баттле ребята могут эту тему развивать и продолжать. Было смотреть за Вадимом и Михаилом очень интересно, как они взаимодействовали. Мне кажется, они справились с этой задачей на все 100%. Конечно же, ребята себя почувствовали суперзвездами. Я видел их фальш на лице, их радость, эйфорию. Начнем с новостей Рената и Вова. Два таких конфликтных, стервозных персонажа, которые решили, что они прекрасно справятся с новостями. Не понимая того, что это все прописывается заранее, это все продумывается, это все снимается. И как же они хотят работать на телевидении. Я только могу пожелать им удачи и сказать, что вот они прям, может быть, в паре и рвутся на аутсайдеров. А может быть, как-то вот они из этого болота все-таки выпутаются и дадут реально престижный результат. А потом нас покажут по Скат ТНТ. Да, где-то с июля будут показывать. Всем привет, я Никита Рублев, и я ведущий творческой площадки проекта в Шоу Бист. Как ты относишься к танцам? Я смотрю, ты любишь танцевать. Вот твои движения такие вот сейчас, как они, правильно. Кажется, у меня не получается. Но давай посмотрим на человека, который действительно умеет танцевать. Встречайте, Сильвия. В любой день недели, в любую погоду, автобус несется медпешеходу. Что? Что значит негативное? Это смешно, нет? У вас, у казахов, чисто юмора. И сейчас я вам исполню собственное стихотворение. Шутки про... шутки о других асах? У нас же свобода слова. В кляксах есть скрытый смысл. Вы просто к нему не готовы. Что, наказанный в угол? Не очень-то это мудро. Притесняет искусство свободу искусству. Палундра! Только время прошло. И в сознании крепко гнездится, что нормально, что нет. И вопрос посложнее супер-блица. То ли в детском саду воспитали меня не как надо, то ли люди искусства. Они выросли с детского сада. Никита сегодня был самым слабым звеном. Это... он не подготовился абсолютно. Пытался здесь выехать на том, что он такой позитивный и веселый. Но смотрелся, это очень смешно, конечно. Я могу заявить, что кто-то у нас растет в проекте, кто-то деградирует. Это сразу видно. Не буду показывать пальцем. Давайте обсудим предыдущую неделю. И как вам все это... Ну, на мой взгляд, неделя была опять очень мега интересная. Столько всего произошло. Да, и насыщенно. Мы получили и мастер-классы, и были творческие испытания. И сегодня вообще мы находимся в студии телевидения. Для нас тоже это все ново. Ребят, на самом деле ошибок было у всех дофига. Конечно. Сильвия прекрасный вообще прогнозчик погоды. Это вообще сложно. Это Сям. Понял, что это сложно. На новостях хотя бы считывать можно. Тут, как я понимаю, всю информацию... Сегодня я не буду выбирать худших. Хотя хотелось бы, но я понимаю, это ваш первый опыт на телевидении. Я выберу двоих лучших. Я считаю, что, может быть, этого участника кто-то недооценивает. Но сегодня первую звезду от меня получает Владимир. Немножко ребята как бы не совсем тебя, может, дооценивают. Но ты потенциально сильный человек. Я хочу, чтобы у тебя все получилось. Ну и вторую звезду я считаю заслуженно. Я подарю человеку, который дает динамику. Я вообще люблю, дорогие друзья, уважаемые телезрители, люди, которые дают динамику. Потому что есть оставившиеся люди, а есть люди, которые развиваются и продолжают идти вперед. И это же видно. Вторую звезду у нас получает Владимир. Итак, кто за что голосует по вашему батлу. Так, Карбонара. Нет, я за здоровое питание, поэтому я свое предпочтение отдам Владиму его бутерброды. На покраске кармаза, это не здорово. Так, Карбонара, руки подняли. Бутерброды. Чистые холостяки, это понятно, это прекрасно. Я благодарен, что вы у меня есть. Спасибо. До свидания, любимый телезритель. Включай нас и смотри. Реалити в шоу Би! Реалити в шоу Би!